Привет! Жизнь продолжается, и для многих из нас не поменяла своего образа, формы и содержания даже после 16 июня. Впереди много перемен и много чего интересного. Давайте подумаем, а почему Женева, точнее Швейцария, стали местом проведения саммита? И какую роль эта тихая страна имела вообще в отношениях Европы, США и СССР? Основными глобальными событиями в мировой истории является Вторая мировая война, и считается, что Швейцария в этой войне сохраняла нейтралитет. Так ли это? Специалистам известно, что на момент подготовки к войне Германия была крайне ограничена в военном производстве. Также не было возможности открытого финансирования предприятия. Кто выполнял функцию скрытого транзитного финансирования? Швейцария. Вопрос второй. Откуда поступали деньги? Считается, что идеологическим спонсором был Генри Форд, гражданин США, а промышленность финансировалась через акционеров компании IG Farben, у которой было несколько владельцев, граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Ну а акционерами были французы, англичане и граждане США. В концепт IG входило множество ныне известных брендов – Bayer, Aqua, AutoUnion, Audi, Puch – это то же самое, что Brabus Mercedes, Volkswagen, DKW и многие другие. Акционеры из США четко понимали себя, как их деньги будут работать через банковские счета в Швейцарии и почему война СССР крайне выгодное дело. Стоит также запомнить, что золотую основу Федеральной резервной системы на тот момент составляло золото Российской империи, переданное Николаем II в управление. И именно поэтому золото швейцарский банк должен был регулярно начислять 4% годовых в пользу России. Деньги и еще раз деньги. Но сегодня речь о другом, когда вопрос власти и главенства важнее всех денег на свете. В ситуации, в которой оказался мир, денег на всех не хватит. Я имею ввиду настоящих денег, а не фантиков и купонов. США понимают, что Путин не просто стал сильным лидером и собрал вокруг себя союзников, он выстроил отношения, уважение к своему курсу. И это курс не грабежа и насилия, это курс экономического развития и товарооборота. К слову сказать, Свейцария, будучи нейтральной страной, во время войны хранила и аккумулировала у себя все золото и драгоценности, вывезенные из Восточной Европы и СССР. Остались ли они там после войны? Ну, конечно, да. А что-то уехало в США и Британию. Американцы прекрасно знают, как развивалась их экономика благодаря военной экспансии Германии в Советский Союз. И, исходя из сегодняшней ситуации, прекрасно понимают, что песочные часы перевернулись. Сегодня их же тактика работает против них. Сложно себе представить, что они снова начнут раскачивать Европу и мир ради военного наполнения бюджетов. Германия уже не та, а Украина никогда не станет Германией. Мир стал прозрачным, хотя и наполненным глупостями и фейками в интернете. В сердце американских политиков чуешь, что фантазиями Илона Маска мировое доминирование не удержать. А значит, надо искать не компромисс, а хотя бы подход к возможному компромиссу. А что, если не искать вообще? Просто остановиться и жить ради своей страны и обычного жителя. Спешно. Правда? Когда-то было 22 июня, было 11 сентября, а теперь скажут, что было 16 июня. Молодцы швейцарцы. Продолжайте делать молоко, сыр, развивать внутренний туризм. Спасибо вам за терпение. Вы организовали важную для нас всех встречу. Она стоила тех денег, которые вы заработали на войне. Ваш Давид Пожаевич Швани. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...